Альбина Слагараева Не по сценарию Неожиданные последствия шокирующего представления увидела Александра Севастьянова Земельная тяжба длиною в 10 лет Тут, пожалуйста, микрофон Нет, нет, нет Земля пока нет, понимаем Почему житель Атнинского района не может разграничиться с соседней мечетью? Выяснял Дмитрий Иринян Когда пострадавшие мешают спасению Не могу, выход, выход, пожалуйста, выход На ликвидации условного пожара в одном из отелей города побывал Рамиль Шайдулин Российскому автопрому пророчат подъем Сегодня в Казани стартовал международный форум автомобилестроения Рустам Мениханов обсудил с президентом АвтоВАЗа Николаем Мором Развитие отечественного автопрома Продвижение продукции компании АвтоВАЗ И другие актуальные для отрасли машиностроения вопросы Оптимистичные прогнозы для отечественного автопрома Прозвучали сегодня уже на самом форуме Масштабная дискуссионная площадка открылась на базе казанской ярмарки В Казань на три дня приехали партнеры из Германии и Китая Что же добавит скорости автопрому, узнал Альбина Солгораева Внешние же изменения это бампер, он сейчас стал, так скажем, более современный Можно уже добавить, как видите, светодиодные ходовые огни Старая, добрая, новая Нива В ней теперь подогрев сидений, стекол и зеркал, кондиционер и удобные сидения Все остальное сохранилось, так скажем, неизменным В экспозиции форума Ford Solar, Camas, Daimler, Camas, Roast Все показали гостям, в том числе и автокомпоненты Более 130 компаний, наши и зарубежные производители Представлены и отдельная национальная экспозиция В эти дни казанская ярмарка, можно сказать, превратилась в China Town На выставке представлена 91 китайская компания Для них выделили отдельный павильон С автопромышленностью республики гостей знакомил премьер-министр Ильдар Халиков Этот сегмент экономики приносит 200 миллиардов рублей И занимает 10% от общего объема промышленности Республика традиционно является автомобильным регионом И это акционерное общество Camas Это новые компании Ford Solar Это завод двигателей Ford Solar Это большое количество компаний, которые производят здесь компоненты Тема заседания – взгляд на отечественный автопром Пока он в гонке за покупателем, прямо скажем, финиширует не первым Но в этом году уже выросли скорости производства За счет модернизации и оптимизации Пророчит расцвет Впервые за три года ожидается рост объемов производства от 4 до 10% Мы внедряем новые технологии Планируем сократить бюрократические издержки Еще модернизируем производство И планируем выйти на новые рынки сбыта А еще в планах новая линейка автомобилей 12 моделей, а 11 ждет рестайлинг Также уже разработана платформа Lada Connect Она объединит автомобили смартфон С ее помощью можно будет проверить Закрыты ли двери, отследить машину на карте Заблокировать двигатель и не только И, кстати, сегодня не раз отметили Что автомобили строения движутся в одном направлении с IT И это единственно верный путь Альбина Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань Оставили под стражей Сегодня советский районный суд избрал меру пресечения Задержанному 27 марта главе фона Анатолию Леваде Напомним, по информации следствия Фирма застройщик нарушила закон Деньги сдольщиков собирались Несмотря на то, что на строительство 4 домов Разрешения не было Сторона защиты просила ограничения домашним арестом Суду было предоставлено медицинское заключение О состоянии здоровья Анатолия Левады У задержанного проблемы с сердцем и почками Выслушав все стороны, суд вынес свое решение Оставить Леваду в СИЗО до 13 мая Вот это цирк По Татарстану разошлось шокирующее видео Нападение льва на дрессировщика На кадрах видно, что животное В буквальном смысле набросилось на мужчину Отправители утверждают, что событие Произошло накануне в Казанском цирке Минздрав при этом разводит руками Сообщение о пострадавшем К ним не поступало Кому в итоге понадобилась помощь Клубок событий распутала Александра Севастьянова Цирковая арена Фееричное представление Животные послушно выполняют трюки В один момент что-то пошло не так Разъяренный лев набросился на дрессировщика Кто-то из зрителей запечатлел трагедию на камеру Видео быстро разлетелось по интернету Страшное видео приписывают Казани Якобы оно произошло во время последнего представления Сейчас в столице Татарстана На гастролях находится цирк Гейрадзе Хочу сразу успокоить жителей Казани Ничего такого у нас не произошло Представление у нас было в субботу и воскресенье Группа из хищников вся в порядке Дрессировщица на месте Живая, здоровая Тем не менее, телефон цирка сегодня разрывался Но лучшее свидетельство сам цирк Кто хоть раз здесь был, знает обстановку в помещении Арена, клетка и настил Ничего общего с изображением на видео Как выяснилось, смертельное шоу действительно шокировало зрителей Только во Львове Года 4 назад Просматривая такие шокирующие кадры Тем более, если видео вам прислал близкий человек Ни на минуту не сомневаешься в их правдивости А наоборот, стремишься как можно быстрее дальше по цепочке Передать трагичную новость Так даже видео 4-х летней давности может вновь обрести актуальность Ой, это часто бабушки так делают Но я тоже говорю им не доверять таким сообщениям Потому что присылают какие-то третьи лица, спамят Мне кажется, этому лучше не доверять Лучше перепроверять, лучше позвонить там другу, спросить и все Ну я проверяю обычно эту информацию, если она реально интересна А так обычно удаляю, конечно Зараженные мандарины на прилавках Смертельно опасная вакцина Предупреждение о нападении террористов Одни из последних фейковых сообщений Распространяется такая информация с небывалой скоростью И вот кто-то уже отказался от цитрусовых Другие от прививок Третьи побежали в бомбоубежище А в итоге всего-то стоило Информацию перепроверить Александр Севастьянов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань Не могут разграничиться В селе Старый Менгер от Нинского района Уже почти 10 лет не могут решить земельную дилемму Переехавший сюда жить москвич Купил земельный участок со строящейся на нем мечетью Со временем мужчина понял, что платит налоги за землю, которой не пользуется По сей день договориться с местными властями И решить проблему не получалось Как приезд нашей съемочной группы смог сдвинуть с места этот камень преткновения Расскажет Дмитрий Аренин Это мечеть села Старый Менгер А это ее сосед Александр и его застаревшая проблема Сниматься мужчина наотрез отказался Но за кадром все подробно рассказал и даже показал все свои документы Суть проблемы в том, что земля по эту сторону забора принадлежит владельцу того дома Но фактически этой землей пользуется мечеть Но налоги за эту землю вынужден платить владелец того дома Этот самый владелец Александр с таким положением дел не согласен Когда он в 2008 году покупал дом земельным участком Прежний хозяин ему конечно сказал, что немного его владений занимает мечеть Тогда Александр с этим согласился Но потом понял, что это немного, почти 4 сотки А за них нужно платить налоги Я ничего не знаю Если бы я был образованный у меня Немножко Я 7 класс кончил А это уже имам той самой мечети Его мы нашли дома Мужчина рассказывает, что в этой должности он работает всего 3 года А корень земельной дилеммы уходит во времена прежнего имама И по совместительству владельца участка, купленного Александром Строили мечеть Предыдущий владелец разрешил свой участок? Да, да Абдуллин Вальявый Потом Абдуллин Вальявый продал эту женщину Илхамья Зиме пока я помню? А это уже глава большеменгерского сельского поселения Куда относится и село Старый Менгер Чиновник рассказывает, что о земельной дилемме он знает И сейчас как раз занимается ее решением Эти 4 сотки готовы были и раньше принять в дар мечети Но она не была оформлена как юридическое лицо Такой документ появился только в конце прошлого года Глава пообещал возместить и налоги, что все это время платил Александр за землю, где стоит мечеть Об этом глава рассказал и Александру В нашем присутствии мужчины поговорили и кажется наконец-то договорились Как в этой истории нужно все оформить, нам объяснили в Росреестре Республики У данного собственника земельный участок размежен на два Обращается за регистрацией права на данные земельные участки В дальнейшем от земельного участка, на котором находится мечеть Он отказывается, соответственно, не будет приходить налог на данный земельный участок Оформить все документы и наконец-то подвести черту под этой земельной дилеммой Можно в любом многофункциональном центре Дмитрий Ильин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Атнинский район Они в огне, но мешают спасению Сегодня в одной из гостиниц города прошла учебная эвакуация Где условно пострадали люди с острой реакцией на стресс Так в горящем здании они бежали не к спасателям, а прочь от них, оставаясь в пламени Рамиль Шайдулин о панике и о том, как с ней боролись Словно мотыльки на свет, потерпевшие бегут на огонь Дезориентация и стресс мешают самим жертвам Двое уже обгорели и в крайне тяжелом состоянии Не потому, что много пламени, больше сопротивления При пожаре реальном и у спасателей, и у пострадавших на счету каждая минута В горящем помещении смертельно каждое движение, поэтому паника недопустима Вы не понимаете, тут пожар, люди гибнут! Такое поведение медикам знакомо, когда сопротивляются пострадавшие Это их неконтролируемая реакция на саму опасность и ее внезапность В стрессовую ситуацию кто-то попадает А в итоге стрессы могут привести к смерти По данным МЧС, на эвакуации уже не спасли одного человека Чтобы успеть вызволить и оперативно доставить, должны сработаться все службы Пожарные, судмедэксперты, психиатры, скорая, полиция и спасатели Нужно знать свои обязанности, чтобы в этой ситуации не растеряться и действовать как нужно Эвакуируют спасателей, первую помощь оказывают врачи Тушат пожарные, но в этот раз за 8 минут и не идеально Вердикт – своя недоработка Тушение при учении не было, оценка удовлетворительна Некоторые замечания будут доложены на подведение итогов По сценарию из отеля за четверть часа эвакуировали 137 человек Отель выбран как потенциальное место проживания туристов Гостей Кубка Конфедерации FIFA 2017 Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Вы смотрите новости Татарстана, вот о чем далее Рейт по магазинам прошел в Татарстане Выявлено 154 нарушения в 1061 договоре поставки продовольственных товаров Какие нарушения выявила татарстанская УФАС в ходе проверок торговых точек? Адель Кламинь Чистая дорога, чистая совесть Были ли подобные уже нарушения у вас? Нет Первый раз тобой в машине муску громко слышали? Да, муску была О том, как казанская ГИБДД борется с нарушителями, не пропускающими специальный транспорт В сюжете Сергея Хайдарова Рустам Яниханов обсудил партнерство с руководителем компании пивоварня Москва-Эфес Напомним, завод Эфес в Казани старейшая пивоварня в России В состав мирового бренда он вошел в 2006 году Участники встречи обсудили объемы продаж и взаимодействия с торговыми сетями Также сегодня президент встретился с генеральным директором турецкой текстильной компании Обсуждались вопросы промышленного партнерства Турция является одним из ведущих партнеров Татарстана в области торгово-экономического сотрудничества Сегодня в Нижнекамске на собрании Республиканского координационного совета Единой России Подписали соглашение о сотрудничестве депутатов трех уровней Федерального, регионального и местного Это должно помочь отстаивать интересы граждан на самом высоком уровне Также обсуждали развитие социальной инфраструктуры В частности, нехватку школ в новых микрорайонах Наша задача решить проблему повышения ответственности депутатов всех уровней И в первую очередь депутатов, скажем, может быть местного уровня За выполнение тех больших и серьезных программ Которые реализуются на каждой конкретной территории Два нарушения за час Это только в одном районе Казани Сегодня на штрафы пришлось потратиться водителям Не уступившим дорогу спецтранспорту Автоинспекторы сегодня вместе со скорой помощью Просили уступить дорогу Сергей Хайдаров оценил вежливость водителей Скорость и звук сирены Цена промедления кареты скорой помощи И человеческая жизнь Это применимо не только к медикам Оперативно прибыть на место происшествия Важно и сотрудникам МЧС и газовой службе Однако не все автолюбители торопятся уступить им дорогу Для таких предусмотрен штраф Ответственность в виде наложения штрафа В размере 500 рублей Или лишения управления транспортом На срок от 1 до 3 месяцев Подобный штраф накладывается на автолюбителей Явно не уступившим дорогу спецтранспорту Чаще всего скорым и пожарным машинам Приходится дополнительно сигналить Так было и сегодня Всего за час работы инспекторов два нарушения Причем в обоих случаях за рулем женщины Были ли подобные уже нарушения у вас? Нет Первый раз такое? В машине музыку громко слышали? Да, музыка была Чаще всего автолюбители утверждают, что просто не слышат звуки сирен Обеим нарушительницам сегодня пришлось заплатить штраф Свою вину они признают За все время сегодняшнего рейда Дорогу карете скорой помощи не уступило всего два автолюбителя По словам сотрудников ГИБДД, статистика подобных нарушений улучшается с каждым годом Ведь подобные рейды проводятся ежемесячно Сергей Хайдаров, Алексей Алексеев, ТНВ Казань Казанские больницы сегодня оценил депутат Госдумы Айрат Фарах В рамках проекта «Дружелюбная поликлиника Татарстанский стандарт» На ремонт только одной 18-й поликлиники выделено 5,5 миллионов рублей Теперь здесь новое медицинское оборудование, мебель и навигация В рамках проекта не только ремонтируют, но и строят Так завершается строительство больницы по улице Зорге Здесь разместится 21-я городская поликлиника Функционировать будут сразу 10 отделений В Российской Федерации сегодня такой поликлиники не реконструируется Для такого большого населения с таким большим объемом посещений Ведется очень продуманный, серьезный объект За месяц более 150 нарушений Это о торговых точках тех, что известны каждому В феврале Татарстанское управление ФАС организовало проверки В магазинах шаговой доступности и не только Экзамен на знание законов торговли Справедливо сдавали по всей России по поручению правительства страны Связано это с изменениями в законодательстве Влияют ли проверки на потребителей, узнала Аделья Коломийца Цены скачут? Не скачут? Скачут, конечно Ну я считаю, что цены приемлемы Каждый день приходится каждый день новой цены Сколько людей, столько мнений и даже о ценовой политике магазинов Стабилизировать ее помогут проверки УФАС В феврале антивонопольщики организовали 17 рейдов И выявили более 150 нарушений Нарушения выявлены со стороны сетей Пятерочка, Перекресток, Верны, Азык, торговая сеть Песеричинка Аптовикасан, торговый дом Челный Хлеб, Эдельвейс, Арслан Акбарс регион, Чак-Чак и Вавилон Одни самовольно установили ретро-бонусы на социально значимые продукты Что вообще запрещено законом Другие превысили размер их выплаты А он сейчас не более 5% У некоторых торговых сетей нет нужной информации на сайте А у других вообще нет самого сайта В первую очередь, как мы выясняли, это низкая культура знаний Я уже об этом сказал Что многие просто даже и не знают, что внесены изменения И руководствуются, работают по тем договорам Которые пролонгируются ежегодно и заключены уже несколько лет назад Подавляющее количество торговых точек все-таки не нарушают Так показала общероссийская статистика Координатором проверки было именно татарстанское УФАС Кстати, за то, что сети позволяют себе обходить законы налагается штраф Должностное лицо платит от 20 до 40 тысяч рублей Юрлицо от миллиона до пяти А до рекламы, Сринат Сафин, ТНВ, Казань Весенние оттепели жители Юго-Востока Республики ждут с опасением Многие альметьевцы помнят наводнение 2012 года, когда город оказался в эпицентре Паводка Как сегодня обстоят дела в районе, узнавала Светлана Звонарева Личное подворье Рафаэля Арсланова расположено буквально в десятках шагах от реки Зай Именно жители этих прибрежных улиц в 2012 году больше всех пострадали от наводнения Тогда людям пришлось по пояс передвигаться в холодной весенней воде, а многим даже покинуть свои дома Много людей затопило, все имущество осталось под водой Это жалко, жалко 2012-й стал уроком и для муниципальных служб Сегодня в круглосуточном режиме действует связь с Центральной диспетчерской службой МЧС Республики Введется мониторинг обстановки В каждом населенном пункте организованы дештатные посты, которые отслеживают паводку и обстановку Два раза в сутки идет доклад от нашим оперативным дежурным К наиболее сложным участкам относятся территории пяти сельских поселений Частного сектора города и двух поселков Русский Акташ и Нижний Мактама Пока по всем постам ситуация остается под контролем оперативных служб Не наблюдается и существенного подъема уровня воды в реке Степной Зай Пик наводнения ожидают к середине апреля На сегодняшний день уровень, скажем, даже на определенное идет падение Но это не является основанием успокаиваться В любой момент, в зависимости от погодных условий, произойти может быть резкий раскачок в сторону увеличения уровня воды Уже сейчас встретить паводок во всеоружии готовы около 200 единиц техники И как утверждают, все под контролем Светлана Звонарева, Фат Гайсин, Булат Шифигулин, ТНВ, Альметьевск Зеленодольский район на съезде народов Татарстана Представят корейский слесарь, аварский врач и Фарид Мухаммедшин Сегодня делегатов утвердил общественный совет района Кому выпала честь и как в список попал председатель госсовета, выяснила Лина Зинатулина Голосуем, кто за? Делегатов от Зеленодольского района на съезд народов Татарстана утверждают единогласно Русские татары, слесари и чиновники, они разные, но объединяет одно Активное участие в жизни района и любовь к традициям своего народа Кстати, оказался следить делегатов и председатель госсовета Фарид Харулыч, он же тоже должен откуда-то избираться Не просто, вот он решил, что он должен избираться рядом с городом Казани в таком городе На повестке не только съезд народов Татарстана, а заботились и национальной политикой в целом В районе за прошлый год провели почти 500 культурных мероприятий Если православному фестивалю свет Вифлеемской звезды уже стукнуло 18 лет То Курбан-Байрам в Зеленодольске впервые провели на большой площадке Вот этот процесс, Курбан-Байрам, еще чего-то в культурной части Нам надо с учетом опыта, полученного на Вифлеемской звезды вмешиваться В Вифлеемской звезде каждый найдет для себя свое Кто-то придет, увидит для себя хороший концерт, выставку, а кто-то для себя найдет религиозное событие Национальные проблемы уже на высшем уровне зеленодольцы Обсудят вместе с другими жителями республики 22 апреля На съезд народов Татарстана в Казани соберется тысяча самых активных представителей всех национальностей А решения этого съезда станут руководством к действию еще на 10 лет вперед Лина Зинатульна, Алексей Алексеев, ТНВ, Зеленодольск Спектакль в необычном формате В Камаловском театре журналистам показали оригинальную постановку Актеры играют произведения не на сцене, а в фойе, коридорах и даже подвале В постановке задействована практически вся труппа Камаловского С премьерного показа Светлана Звонарева Камаловский экспериментирует Режиссер Ильгиз Зайниев по произведению Рузали Мухамедшина поставил необычный спектакль Здесь история страны перекликается с судьбами людей Каждый спектакль это эксперимент, но мы же не знакомы с текстом И у нас работа такая, что каждый раз это по-новому Больше сложность была именно в режиссер-организатор, именно вот эта сторона нашей профессии За время спектакля зрители меняют 10 площадок Начиная с коридоров Камаловского спускаются в подвал Актеры показывают не только спектакль, а проводят некую экскурсию по театру Не очень такой легенький спектакль в плане техническом Поэтому вот долго так достаточно все это шло Отбирались эпизоды, эпизодов было гораздо больше в начале Они сокращались Всего в постановке участвуют около 35 актеров театра В спектакле зритель увидит зарисовки из жизни Габдуллы Кореева, Сары Садыковой и Марселия Салемжанова Были, конечно, актеры, которые с сомнением Как это, зачем это, почему не на сцене Но я думаю, когда они сами прошлись, посмотрели У них сомнения развеялись Постановка в новом формате приурочена к 110-летию Татарского театра Премьера спектакля запланирована на конец апреля Светлана Звонарева, Лесян Мустафин, Александр Лобанов, ТНВ «Казань» Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112» Два раза врезался в стоящую машину Очевидцы задержали нетрезвого водителя Все подробности через несколько минут Далее выпуски о спорте и о погоде И до встречи в 21.30 Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ В студии Алмазгофиатов Снова упустили победу на последних минутах Хоккеисты Акбарса усложнили свою судьбу в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина Хотя матч в Татнефть-Арене начинался под диктовку команды Белелединова Первым шайбу в большинстве забросил Джастин Азиведа Дальше хозяева имели еще несколько неплохих моментов для реализации Однако галкипер Металурга Василий Кошечкин выручал свою команду Зато свой шанс использовал Сергей Мазякин В третьем периоде усилиями Михаила Глухова Акбарс удалось выйти вперед После чего начался очередной бенефис Даниза Зарипова Сначала любимец казанской публики счет сравнивает А за минуту с небольшим и вовсе подарил Металургу третью подряд победу Четвертый матч серии пройдет в Казани завтра Начало игры в 19.00 Прямая трансляция на нашем телеканале С Акбарсом нельзя играть в открытый хоккей Если часто удаляться, они за это наказывают Поэтому мы старались не нарушать правила В результате выиграли матч В Европу через Казань Столица Татарстана в эти дни принимает первенство страны по бадминтону Порядка 200 юных спортсменов разыграют путевку на международную арену Среди претендентов на главный титул 20 местных бадминтонистов Команда Татарстана представлена на соревнованиях спортсменами, прошедшими отбор на первенствах республики Это в основном бадминтонисты Казани, Алексеевского, Сабинского, Мухслюмовского и Тетюшского районов Турнир стартовал с личного первенства, где будут разыграны награды в одиночном, парном и смешанном разрядах Все завершится командными выступлениями 1 апреля По итогам первенства России будет сформирован окончательный состав сборной страны на чемпионат Европы Международные старты запланированы в ноябре во Франции Команда вообще у нас молодая У нас здесь участвует 2001 год рождения У нас есть лидеры ребят Вот Валиуллин Тимур из Алексеевска будет играть сегодня за медаль Наверное не сегодня, а завтра Сегодня парные игры, мы тоже надеемся на хороший результат И в завершение новости женского волейбола В первом матче 1-2 финала Кубка ЕКВ на выезде Динамо-Казань встречалась с турецким Галатасараем На игру в Стамбуле казанская команда прилетела прямиком из Нижнего Тагила Непростая игра против Уралочки в пяти сетах сказалась на физическом состоянии игроков Встреча в Турции завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев Самым результативным в составе казанского Динамо стала Элица Васильева, набравшая 14 очков Ответная игра пройдет в Казани 2 апреля Начало 18.00, прямую трансляцию вы также сможете посмотреть на нашем телеканале И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте, в эфире прогноз погоды Март напоследок решил показать свой капризный характер И по данным Яндекс.Погода, облачная погода временами со снегом на юго-востоке Татарстана Ночные температуры минус 7, днем также минусовые значения около 2 градусов На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно, возможен снег Ночью подморозит до 7 градусов, днем минус 2 На севере Татарстана, Менделеевские огрызья, Актаныши, также облачно и со снегом Ночью минус 6, днем около 1 градуса мороза На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси, также облачно, не исключен снег Ночью минус 8, днем минус 1 Пасмурный циклон и на юго-западе Татарстана, временами со снегом Ночью минус 9, днем около 0 В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, облачные погоды с прояснениями Временами пройдет снег, ночью около 7 мороза, днем минус 2 Погода неустойчива, на дорогах кололеется, будьте предельно внимательны Завтра в Казани пасмурно, местами пройдет снег Температура воздуха ночью минус 6, минус 8, днем около 3 мороза Ветер западный, порывистый, до 6 метров в секунду Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, влажность воздуха 69% Ожидается сильная магнитная буря, берегите себя О погоде все, в студии была Лайва Латыпова Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова